Кирзовые сапоги Считается, что слово «кирза» английского происхождения. Первоначально оно звучало «керси» и переводится как «грубая шерсть». В первое время основой кирзы была ткань именно шерстяная. Современная кирза делается на основе хлопка, пропитанного искусственным каучуком. Массовый выпуск сапог с голенищами из кирзы был налажен в нашей стране в 30-е годы. В ходе финской войны, где впервые в боевых условиях были испытаны кирзачи, стало ясно, что кирза – материал весьма далекий от совершенства. Кожзаменитель трескался, застывая на морозе, ломался и плохо держал тепло. Тем не менее, командование РККА не стало отказываться от дешевой и простой в производстве кирзовой обувки. Было принято компромиссное решение. В мирное время солдаты будут ходить в кирзе, а в военное – в традиционных сапогах из натуральной кожи и ботинках с обмотками. Война, как водится, распорядилась по-своему. В первые же месяцы Великой Отечественной большинство армейских складов оказались либо захваченными, либо уничтоженными немцами. Перед тыловиками встала, казалось, неразрешимая задача – обуть сотни тысяч новобранцев и добровольцев. Пришлось вспомнить о кирзе. К 45-му году в кирзачи было обуто большинство советских солдат и офицеров. Война закончилась, а кирзовые сапоги так и остались главным видом солдатской обуви. Портянка. Она и сапог – неразлучная пара. Ведь носки сочетаются с кирзачами не лучшим образом. А если портянку правильно намотать, то никакие потертости не страшны. Надел и пошел. По грязи, снегу и лужам. А где еще ходит солдат? В начале 90-х в войска стали поступать усовершенствованные варианты кирзачей. Если сравнивать их со старыми моделями, то первое, что бросается в глаза – относительно низкие голенища, на которых появились ремешки для подгонки по ноге. Зимой в такие сапоги можно без особых хлопот заправлять ватные брюки. Кирзачи, стаченные по новой технологии, значительно крепче старых. Подошву трудно оторвать даже при желании. Кроме того, они на целых 300 граммов легче обыкновенных. Поступают войска и сапоги других моделей. Например, вот такие, с утепленной подошвой из микропористой резины и голенищем из войлока, покрытого водонепроницаемой капроновой тканью. Эти сапоги держат тепло не хуже валенок. При этом они не промокают, более удобны, да и смотрятся лучше. Для арктических зон и высокогорья предусмотрена особая обувь, способная выдерживать морозы до минус 45. По своим качествам такие сапоги не уступают, а кое в чем даже превосходят знаменитые унты. Сделан он трендным способом, как бы пирогом. Основой у него лежит меховой носок из натуральной овчины. Далее второй вкладыш идет войлочный по типу валенка. И утепленная подошва, юфтивый перед и комбинированное капроновое голенище, которое не позволяет попадание снега внутрь сапога. В середине 90-х годов в России начался массовый выпуск армейских ботинок с высокими голенищами – берцами. В войсках их так и прозвали – берцы. По отзывам военнослужащих, первые модели берцев оказались крайне неудачными. Они были тяжелыми, моментально промокали, да и сносно ходить в них можно было только после того, как они изрядным образом разносятся. Вскоре берцы стали делать по той же обновленной технологии, что и современные кирзачи. Ботинки сразу же стали намного легче, удобнее и функциональнее. Здесь применили новый, литьевой способ крепления подошвы. В отличие от традиционного гвоздевого, этот способ обеспечивает необходимую герметичность. Ну а последнюю модель, разработанную специально для спецподразделений, в войсках вообще приняли на ура. Также мы применяем новые технологии по замене натуральной кожи на тканевые берцы с применением дублированных мембранных материалов, которые позволяют стопе военнослужащим, как бы сказать, дышать. При этом внешняя влага внутрь не попадает, и нога у нее будет всегда сухая и теплая. Самая последняя разработка российских армейских обувщиков предназначена для бойцов спецподразделений. По своему внешнему виду, эта обувь напоминает полукеды или кроссовки. Кирзовые сапоги. Какие бы новинки армейской обувной моды не появлялись, они еще долго будут самой массовой обувкой нашей армии. Ведь по соотношению цена-качество, старые добрые кирзачи по-прежнему вне конкуренции.